Добрый вечер, дорогие телезрители. Пятница 20.40 и в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую веду я уже много-много лет, веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня один из нас решил сходить в поликлинику. Дело в том, что, ну, чем люди измеряют качество своей жизни? Это прежде всего, это качество возводимого жилья, в которых им предстоит проводить свою жизнь, это качество образования для детей, это не в последнюю очередь качество предоставляемых медицинских услуг. И хотя мне не очень нравится вот эта формулировка, то, что здравоохранение, которое мы все издавна привыкли считать неким таким конституционным правом, да, причисляет в разряд услуг, ну, как бы, услуги по возведению там частных домов, услуги образовательного характера, услуги медицинские. Но, тем не менее, сегодня руководство городских учреждений здравоохранения сегодня у нас в гостях, и я с большим интересом выслушаю, какие же сдвиги есть в направлении, что называется, бережливая поликлиника. Дело в том, что еще летом во время дискуссионных площадок, которые проводились на различной тематике, мы обсуждали в блоке здравоохранения, одним из ключевых вопросов было качество здравоохранения. Отплекающий такой вопрос. Вот сезонный грипп прошел, да, товарищ руководитель поликлиник. Как ваши учреждения справились с этим? Ну, давайте по соседству, по знакомству большему. Светлана Николаевна. Это экзамен своего рода для поликлиник же, да? Ну, каждый год мы проходим этот экзамен, и в любом случае это зависит от очень многих критериев. Это, во-первых, сезонная вакцинация, насколько мы качественные и в количественном параметрах провели вакцинацию, сезонную вакцинацию против гриппа. Потом, второе, это насколько мы сами вооружены именно нашими силами. Это, во-первых, участковая служба, да, насколько мы полностью сейчас находимся на рабочих местах и так далее. И насколько мы защитили своих сотрудников от этой болезни, от гриппа. И, конечно, вот в этом году, можно сказать, сезонная заболеваемость, она началась где-то в декабре месяце. Мы уже начинали, ну, как бы отметили рост вызовов, количество вызовов, да. Ну, и это все начиналось от роста заболеваемости среди детского населения. И можно сказать, что мы каждый год проходим этот экзамен, как вы сказали, да, Дмитрий Васильевич? Ну, я так думаю, что этот экзамен мы прошли в этом году очередной раз успешно. И можно сказать, что таких больших осложнений от гриппа у нас не было, да. Ну, и то, что проводили вот такие вот сезонную вакцинацию, ну, определенный слой населения, он имел свой иммунитет против этого вируса, да. Оно показало, что все-таки город был готов к этой заболеваемости, к этому росту. И те койки, которые были развернуты у нас в стационарах, тоже они все показали, что мы готовы были. Я так думаю, что экзамены мы выдержали очередной раз тоже на оценку, может быть, для себя, я поставлю, хорошо, отлично мы не ставим, конечно, да. Вашими буду устами, скажем так, до богу уши, да. Ну, а судя по тому, что, судя по работам наших коллег, моих коллег, да, учреждений здравоохранения в городе хватает. Ну, не в пример школам, которые, ну, зачастую захлебываются, скажем так. Но, тем не менее, вот буквально недавно я был в медицинском центре города Якутска, да, и, ну, раньше всегда, это ломно, была первая поликлиника, да. Огромное количество. Ну, нынче я сходил просто так, в абсолютно случайном режиме медицинский центр, это покаливается, да, и не менее такая плотная картина. Вообще, как вы считаете, не является ли вот этот критерием того, что не хватает тут все-таки учреждений именно причиной, может быть, возможного снижения предоставляемых, опять же, услуг? Не услуг, а... Доступности, вы хотите сказать? Да, доступности, да. Люди стоят в очереди, там недовольство проявляется и так далее. Ну, дело в том, что критерии доступности, это такой, можно сказать, не соизмеримый, я считаю, критерий, да, для любого лечебного учреждения, потому что мы доступность, на сегодняшний день, то, что вы сказали, это вы сегодня сказали по доступности получения талонов, да? Да. Поступление, вот сегодня я пришел в поликлинику, сегодня же должен поступить, ну, как бы, меня должны принять. Но есть критерии доступности в рамках программы госгарантий. Она тоже определяет свои, имеет такие определенные критерии, в которых есть, ну, количество дней, часов, да, насколько должно быть ожидание и так далее. И в любом случае, можно сказать, что городские, вот, первичное звено, которое работает сегодня, да, мы вот в эти критерии входим. Это очень тяжело, вот этот критерий выдерживать. И теми силами и средствами, которые имеются сегодня в городских лечебных учреждениях первичного звена, это те учреждения, которые держат основной удар для, вообще, для, как бы, основной удар первичной звены для здравоохранения, вообще, в общем, для медицины. Потому что первый же день своей болезни пациент не обращается ни в медцентр, да, ни в РБ-2, но в РБ-2 это экстренная служба, да, куда попадаются при экстренных случаях и так далее, да, ни в любой стационар куда-нибудь. А именно при заболевании, при возникновении первичных симптомов человек обращается куда? В поликлинику. В поликлинику. И когда мы, вот, считали, какой процент пациентов обращается непосредственно в поликлинику, это где-то, получается, в среднем, вот, по нашей больнице, я хочу сказать, да, у нас прикрепленное население порядка 79 тысяч, из них в год полностью, как бы, проходит через нашу поликлинику где-то 70% населения. Это, посчитайте, что это огромный поток людей. И эти люди, все они проходят через наше лечебное учреждение, и через, как бы, через первичное звено, через прием первичного звена. И вот эта доступность, она, они оценивают, именно оценка вот населения идет по, вот, я сегодня пришел, и меня сегодня должны обязательно смотреть. Я сегодня хочу МРТ, мне сегодня обязательно должны сделать МРТ. Вот именно по таким критериям. И я так думаю, что в любом случае критерии доступности, они на сегодняшний день, может быть, оценка какая-то другая должна появиться. О. Да. По критериям доступности. Может быть, и тогда, может быть, мы начнем понимать, насколько все-таки правильным путем мы идем. Я так думаю, что сегодня речь пойдет о бережливой поликлинике, да? И мы уже все знаем, что в городе Якутске бережливая поликлиника, если немножко похвастаемся, да, бережливая поликлиника, она начала уже действовать в 2012 или в 2013 году. Помню, управление здравоохранения, вот этот проект они предоставили тогда министру здравоохранения Александру Васильевичу Горохову. И Горохов, он, конечно, поддержал вот этот проект бережливой поликлиники, мы тогда его называли вежливой поликлиникой, да, но в год, через год, по-моему, и вот эта бережливая поликлиника начала работать по всей Российской Федерации. Там проект начался о бережливой поликлинике, и такие пилотные проекты начались в других регионах России. И то, что мы сегодня имеем в поликлиниках наших, да, то, что мы пытались вот это сделать на своих имеющихся, как сказать, мощностях, и практически не выпрашивая никаких финансовых средств, это на тех ресурсах, которые мы имеем, лечебные учреждения, это, конечно, сделано очень много. Очень много в том смысле, что, во-первых, это надо было перестроить всю систему работы поликлиник первичного звена. Это мы должны были пересаживать своих работников, да, сотрудников, это мы должны были сделать, перейти некоторые виды услуг поликлиники, гардероб, там, санитарок и так далее, на аутсорсинговую систему, охранников на аутсорсинг и так далее. Это был вот такой поэтапный переход, когда мы своими внутренними резервами, да, сделали вот такие вот, например, вот на сегодняшний день открытая регистратура, система колл-центра, система администрирования, да, в коридорах и так далее. Вот это оно все сделано внутренними ресурсами поликлиник. Но на сегодняшний день вот именно вот эти ресурсы, которые были использованы, они уже дают неплохой результат. Мне не с руки и очень невежливо перебивать, да, Светлана Николаевна, но я бы хотел, чтобы и другие гости тоже активнее подключались бы, но не ожидая, скажем так, определенных стимулов. Ко всем вопросам, да, вот вы все руководители учреждений здравоохранения, организаторы. Я все-таки полагаю, что больше главные врачи поликлиник это менеджеры, не медики. Или вы не перестали быть медиками? Алексей, давайте с вас начнем. Ну вот, да, вы, скорее всего, правы, руководители учреждений, это все-таки руководители, это организаторы здравоохранения. И, соответственно, по сути, каждый, самый какой у нас, сохранил, да, свой врачебный долг выполняет. Если надо, самый какой, то я могу и принять, и посмотреть, и назначить лечение, и вылечить человека. Вот, я сам по образованию педиатр, вот, и вот мне нравится работать с детишками. Вот, и, соответственно, ну, вот, свои призвания-то человек не оставляет. Став руководителем, ну, медики перестают медиками. Давайте исходить из этого, да, то, что став руководителями, вы не перестали быть медиками. Все-таки вы человек, до которого оказывать помощь, да. Следующая собеседница, какая-то линия вопроса. Все-таки район расположения учреждений имеет какое-то значение или нет? То есть, вот, район, вы же представляете вторую поликлинику, да, это район... Агарская больница номер два. Да. Ага, и некие центровые учреждения, типа, первой поликлиники и так далее. Есть какие-то отличия или нет? Отличия... Может, контингент слегка нет. Ну, я не вижу особой разницы между пациентами, нежели которые в центре находятся, да, или находятся вот у нас, в нашем районе, Гагаринский округ, микрорайон Марха, мы обслуживаем, и вот поселок Маган. Особой разницы не вижу, потому что в любом месте, да, пациент, он всегда пациент. Ну, и просто географическая, скажем так, удаленность. Поехать тут же Маган? Географическая удаленность, ну, так как мы работаем в рамках программы бережливой медицины, мы максимально обеспечиваем наше население медицинскими услугами, оказанием первичной медицинской помощи, по крайней мере, наши пациенты, они не ограничены. Вот, допустим, могу пример привести нашего, нашу амбулаторию, поселок Маган, у нас там работает врач общей практики, ВОП, у нас там организована помощь круглосуточная, то есть у нас врач общей практики работает там в смену с фельдшером, да, и получается, что население Магана, оно может обратиться круглосуточно. Врач ВОП, она смотрит больных с нуля лет, то есть и ребенок заболеет, и старик заболеет, да, в любое время суток он будет осмотрен, первичная помощь оказана, и только вот по нашему вот ВОПовскому участку, да, вот немножко тоже похвастаюсь, да, только на наш вот поселок Маган, да, скорая помощь приезжает только после приема, ну, осмотра врача или фельдшера. Отлично, давайте сразу после рекламной паузы мы вернемся уже к особенностям здравоохранения, конкретно взятом, отдельно взятом городе Якутске. Мы продолжаем говорить о поликлиниках города Якутска. В рамках программы «Бережливая поликлиника» определенные наработки есть, как уже сказал один из руководителей одного из крупнейших учреждений, медицинских учреждений города, Светлана Давыдова. Наработки в этом направлении здравоохранения республики ведет с 2011-2012 года. Все мы помним, что были указы о так называемой вежливой медицине, высокотехнологичной медицине. Я думаю, что все вот эти мероприятия, которые в области здравоохранения сделаны, все они привнесли какие-то положительные, я думаю, моменты. И Айталина Туаронова, один из руководителей второй поликлиники, поведала о тонкостях, когда вроде бы городская поликлиника, но вынуждена иметь в своем арсенале еще и какие-то амбулаторные пункты, расположенные в пригородах. Ну то есть некая смесь такого земского доктора и городской обычной поликлиники переполнены, перенасыщены. Вообще перенасыщение города, как вы считаете, у вас что у учителей, что у медиков, наверное, все-таки один из таких самых прозрачных таких индикаторов. У вас толпа, значит город перенасыщен, у вас нет никого, значит там и ведет какой-то оттоп населения, демографию какую-то можно даже оценить. Сергей, давайте все-таки, у вас первая поликлиника, одна из крупнейших, самая центровая, вы руководите процессом организационной работы в этой поликлинике. Вот я помню, были такие моменты, когда именно очереди в первой поликлинике становились неким триггером, спусковым звеном того, что руководство чуть ли не в режиме ручного подхода начинало заниматься здравоохранением. Все-таки, что изменилось в первой поликлинике? Можно такой небольшой отчет доступный? Вот касаемо населения, да, у нас по нашему утверждению ежегодно население растет, потому что центр города строится, очень много много наэтажных домов введено, и в связи с этим у нас население растет. На сегодняшний год у нас население порядка 90 тысяч стало, это ежегодно у нас по 5 тысяч населения прибавляется. Соответственно, и нагрузка возрастает у врачей, поэтому, да, возможно, есть такие моменты, что очередность и так далее, но у нас, как уже сказали, с 2014 года основной какой-то момент по бережливому здравоохранению процесс пошел. Это самый большой шаг был сделан по внедрению медицинской информационной системы, так называемый МИС, это электронный документооборот. Это очень помогло нашим докторам по введению медицинской документации. И также вот с 2014 года начали работу по изменению работы регистратур, по типу, как называют, front office, back office, так считается, да. И вообще бережливое здравоохранение идет, вообще понятие бережливое, да, это производство как бы считается, это идет из страны Японии, да. Там производство автомобильной фабрики Toyota. Вот у них очень, как бы, эта структура настолько была отработана, чтобы не было никаких лишних движений. И с этого принципа вот это понятие пошло. Ну, касаемо здравоохранения, все-таки здравоохранение работает с живыми людьми, да, с пациентами. Тут такого определенного конкретного механизма нет, чтобы конкретно какие-то рамки ввести, чтобы ввести пациента и так далее. Поэтому все-таки медицина работает с одной целью. Это пациента ориентированность, чтобы пациент, приходя в медицинское утверждение, получил какие-то результаты. И результатами этого является или выздоровление, или улучшение состояния пациента. Есть еще третий выход. Ну. Самый плохой. Да. Но на самом деле, вот я поспорил немножко с вами, да, Сергей Михайлович, но по части электронного документа оборота. Очень много. Мы ориентируемся, скажем так, на мнение простых людей, которые высказывают в социальных сетях, различного рода площадках общественных, да. Они говорят, вот мы когда к врачу приходим, мы раньше видели, вот до введения, возможно, да, вот этого электронного документа оборота, что она смотрела на нас. Она смотрела нас. А сейчас она сидит, копается, что-то стучит там, раз в минуту задает какой-то вопрос, получив ответ на который, она бивает, а так далее, и так далее. Может, немножко не туда пошли все-таки? Не, ну, в этой системе у нас вся информация. То, что человеку проведено, все исследования, результаты исследований, в этой системе у нас информация. Поэтому врач непосредственно, ну, беседы в любом случае проводятся с пациентом. Так же осмотр, это никуда не делось. Но мы информацию получаем, никуда не выходя из этой системы. Вот этот, есть еще один момент такой спорный, который тоже отмечают очень многие те, которые обращаются именно в поликлинике. Отведенное время на осмотр пациента, получается, ну, там варьируется 10-15 минут, до 20 минут может возрасти, да, некоторых учреждений. Вот это вообще что? Вот закончились твои положенные 15 минут, пошел вон, что ли? Нет, это усредненная цифра, да, это усредненная цифра называется. И, соответственно, если надо для человека самоуделить больше времени, само врач естественно будет уделять больше времени. И, соответственно, кому-то достаточно 7 минут общения с врачом, само поставить там в более легких случаях. А в тяжелых случаях можно и полчаса само с ним поговорить. То есть какой-то такой железный белкинер? Железный, это экономический стандарт. Это экономический стандарт, это усредненная цифра идет, и по этой цифре идет, по этому времени идет планирование. Вот сколько в год примерно должен посмотреть врач. Вот, и кому-то меньше уделять внимание, кому-то больше уделять внимание, и, соответственно, это не догма, чтобы именно точь-точь. Опять зафигурировало вот экономическое понятие, да, экономическое. Все-таки, ну, к сожалению, ну, к сожалению, ну, это принято, вот медицина, самое здравоохранение, это тоже самое производство. И, соответственно, если раньше самое это говорилось, что это медицинская помощь, и, соответственно, мне больше нравится самое вот это выражение, да, медицинская помощь, мы оказываем помощь. Вот, а с введением, самое, услуги, то это уже, там уже идет стандартизация всего процесса, и, соответственно, вот это, как бы, в некоторые рамки сужаются, понятия. Вот, и, ну, вообще врачевание, самое, это искусство, если на то пошло, и, соответственно, искусство само, вот особо вот рамки вогнать, самое, достаточно сложно. Вот, но, тем не менее, раз это услуга, раз стандартизация, и, соответственно, это страховая медицина сейчас, а страховые, страховая медицина, это, соответственно, там должен быть контроль. И, чтобы контролировать, и было, соответственно, вот введено стандартизация. Ну, вот вы затронули страховую часть, да? То есть, есть полис, ты, ну, ты человек, нет полиса, ну, извиняюсь, нужно какие-то обходные, скажем так. Нет, почему? Без полиса, оказывается, неотложна, скорая помощь, она всем оказывается, наличие полиса тут не обязательно. Вот, а далее, соответственно, раз это страховая медицина, и человек не удосужился приобрести полис, вот, да, или оформить полис, то он отвечает за свое здоровье. А вот теперь как руководитель, а вам не обидно, что денежная часть ушла именно в страховые компании? То есть, раньше-то какой-то объем финансирования шел на прямое учреждение, да? Ну, раньше бюджетно-сметное финансирование было, и, соответственно, тогда и вообще принятия страховой медицины не было, это 80-е, начало 90-х годов, вот, и там сколько план спускался, бюджет считался, и финансирование шло. Но мы перешли в страховую медицину, и, соответственно, по правилам страховой медицины мы должны, по крайней мере, сейчас работать. Вот, ну, по крайней мере, просто так, чтобы деньги падали, и, соответственно, тоже неправильно. Вот. Насчет помощи, я тут ремарочку допущу, у ваших коллег по исцелению, да, но в плане ветеринарной, есть же станции ветеринарной помощи, там, пока они не превратились, там, ветеринарных услуг и так далее, и так далее, пункт оказания ветеринарных услуг, то есть, там, понятие помощи осталось, да? Ну, это так, слово, это просто сравнение себя любимого, да, и своего, может быть, домашнего животного. Некорректно, конечно, но во многом термин-то определяет систему. Можно сказать, да, можно сказать, в 94-м году, когда вступила вот эта страховая медицина, вот, в 94-м году здесь у нас все это началось, вот здесь вот начались уже экономические взаимоотношения врача и пациента. Но между врачом и пациентом, лечебным учреждением и пациентом тут встали страховые компании и вот территория фонда обязательного медицинского страхования. В то время она была очень даже нужна, и я разговаривала еще тогда, не то что разговаривала, слышала выступление и разговаривала с тогдашним основателем страховой медицины в России, есть господин Гришаев, он тогда говорил, мы видели совсем другое, они хотели видеть совсем другое страховую медицину. А вышло то, что вышло. И на сегодняшний день... По черному ордену совсем. Да. А на сегодняшний день, я насколько знаю, вот, есть очень много, как бы, видений, да, вот, в самой системе здравоохранения по поводу страховой медицины. И, может быть, кому-то она не нравится, кому-то нравится... Стоп, 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 стоп. Что, ближайшее время ожидаем еще одну революцию? Ну, я так думаю, что, по крайней мере, в последнее время вот замолчали вот этот вопрос, но он все равно будируется среди медицинских сообществ, медицинского сообщества. Потому что есть люди, сторонники прямого бюджетно-сметного финансирования вообще здравоохранения, когда вот 3,6% падали полностью на здравоохранение. И есть еще сторонники страховой медицины. Ну, и, наверное, то и там, и там, наверное, все есть право, но, наверное, надо найти какую-то золотую серединку. И я надеюсь, что найдут эту золотую серединку. Вот если взять в среднем, да, ну, как сказать, на содержание на одного пациента в год на поликлинику, вот сейчас скажу сумму, да, на ваше посещение в поликлинику дадут где-то 6 тысяч рублей в год. В 6 тысяч рублей, понимаете, и эти 6 тысяч уходят, как бы вы придете, не придете, да, но есть понятие подушевой медицины, и вот вы прикреплены к определенной поликлинике, и они идут в год туда. Ну, если разделить в течение года в один месяц на одного пациента, в месяц поликлиника получает 100 с лишним рублей, понимаете. И вот на эти 100 с лишним рублей лечебное учреждение должно, обязано оказать полностью тот объем медицинской помощи, который требуется в данной ситуации, в состоянии. Вот я еще хотела остановиться на медицинской... Давайте сразу еще раз после рекламной паузы, которые только-только начали раскрывать тему, и опять вот она реклама. Сразу после рекламы бережливая поликлиника, еще раз, глазами руководителей медицинских учреждений. Мы выслушали суждения руководителей медицинских учреждений города о тех или иных моделях, которые формируют, скажем так, сложившееся положение вещей. Вот очень иллюстративна была фраза из уст Светланы Николаевны о том, что те, которые создавали страховую медицину, потом схватились за голову. Что же мы придумали? Ну, очень сильно характеризует вообще наш подход ко всему. Хотели как лучше, получилось, ну, как всегда. Ну, с другой стороны, определенные плюсы и есть по сравнению со старыми моделями здравоохранения, которые страдали теми или иными формами, ну, скажем так, тех же некорректных подходов по определенным вопросам. Ладно, опустим это дело. Вот человек приходит в поликлинику, он прежде всего получает электронный талон и так далее. Потом ждет, то есть по очереди там его вызывают. Ну, это идеальная модель, да. До недавнего времени считали, что стоматология городская, которая, ну, вроде бы форпост такой, вот куча платных стоматологических поликлиник и одна единственная бесплатная стоматология на весь город, да, где ты можешь прийти в 5 часов утра, чтобы встать в очередь за талоном, часам к 8 получить талон и потом уже к специалистам. Это уже миф? Ну, нельзя сказать, что это миф, но мы стараемся различными способами, чтобы пациент мог попасть на прием к врачу. Он может записаться и через интернет, через портал госуслуги, через ЕР-14, может подойти на прием через регистратуру, показаться смотровому врачу, где будет дано направление на лечение дальнейшее, либо на удаление, и проконсультироваться у разных специалистов узких. И у нас выкладывают талоны ежедневно по утрам, ну, на 2 дня вперед. На 2 дня вперед. То есть придя в 5 утра, скажем так, завтра я получу на 5 часов. Нет, приходить не надо, нужно войти в портал и записаться через день. Приложение вообще есть, да? Мобильное какое-то приложение? Да, конечно, и ЕР-14, и госуслуги, конечно, через мобильное приложение. Такой идеологический вопрос, да? Очень многие ваши коллеги, которые именно в области стоматологии работают, ну, понятно, что это витрина. Опять же, мы опять в экономику возвращаемся, да? Здоровые зубы – это витрина здорового человека. Ну, то есть, насколько здоровее ты выглядишь, настолько тебе платят за твою работу и так далее, и так далее. Поэтому многие ваши коллеги не будем никого укорять и ушли в какие-то платные услуги, в коммерцию. И то, что сохраняется бесплатная стоматология, это на самом деле я чувствую замечательно. Но вот здесь вот чего больше? Или они в качестве остаточного фактора приходят, бесплатную поликлинику работают, или основное время проводят, скажем так, в государственном учреждении, потом уходят в коммерцию? Ну, конечно, в государственную поликлинику идут больше всего молодые специалисты, кто хочет набрать опыта, поставить себе руки, как мы говорим. Ну, а в дальнейшем уже большому кораблю большое плавание. Это тренировочный полигон, да? Ну, нельзя так сказать. Очень хорошие специалисты у нас работают, иногда и до пенсионного возраста. Но и сейчас пошла такая тенденция, что все-таки частные кабинеты закрываются. Очень много требований. Да, требования есть. Ну, и если мы говорим кризис экономический, то он во всех направлениях кризис. А, то есть у людей заканчиваются еще и деньги, чтобы лечить сезон? Ну, да, потому что стоматология это самое дорогостоящее из всех медицинских услуг, необходимое содержание. Косметология есть? Нет, по содержанию кабинета, потому что, допустим, кабинет нужно оснастить оборудованием, оно очень дорогостоящее и расходный материал. Поэтому не все клиники частные выдерживают, ну, вот такую конкуренцию. Конечно, государственный поток пациентов, желающих, будет всегда, он неиссякаемый. Потому, тем более, что мы единственная поликлиника в городе, да. Этого очень недостаточно на наше количество населений. Необходимо 3-4 поликлиники. Вот такой мощности, как сейчас. Да, мы ставим этот вопрос. Ну, вот с прошлого года мы стали стоматологическим центром, объединились с детской стоматологической поликлиникой и взрослой. Теперь единый стоматологический центр. Но при этом сохраняете какой-то пакет платных услуг? Это дополнительные услуги, да. В нерабочее время наши доктора могут оказывать и платные услуги. Но это не цель нашего учреждения. Не самоцель. Не самоцель. Бережливо это бережливо в экономическом плане? Или бережливо все-таки в отношении того, что человек человеку брак, вклад и... Да, в первую очередь это моральная поддержка пациента, когда он не будет ходить лишнее, делать движения в лишние кабинеты, где уже в одном месте может получить консультацию, какую-то помощь, и дальше уже целенаправленно пойдет лечиться. А вот мне бы хотелось еще привлечь внимание, чтобы бережливое направление было двухстороннее. То есть не только медицинские учреждения к пациенту все разложили по полочкам, указатели поставили, куда что пойти и где получить эту услугу. Но и пациент также бережно относился к рабочему времени медицинского персонала. Ведь у нас прослеживается какая-то тенденция. Мы постоянно мониторим, и порядка 8-10% талонных, которые пациенты получили, люди не приходят. И они даже не соизволят позвонить, отменить свое посещение. Понятно, разные ситуации могут быть. Но надо тоже уважать время врача. Это из разряда пациента и врач, будьте взаимно вежливы. Взаимно вежливы, да. Это элементарная, наверное, культура просто посещения каких-либо присутствующих мест, к которым, безусловно, относится поликлиника. Хотя мы стараемся обзвонить накануне, делать обзвоны, пригласить, что не забудьте, пожалуйста, вас назначены на завтрашний день. Вот все равно такие вот появляются. Есть поговорка еще такая, да? Такая же проблема сама стоит перед территориальными поликлиниками. Тоже где-то порядка 10% записавшихся, занявшихся место, люди тоже не приходят. И это получается, ну, в конечном итоге бережливая поликлиника, она должна сберечь время пациента и сберечь время врача. Вот. И, соответственно, там надо вот двухсторонние движения по этому направлению работы. Вот. Это не только экономический посыл, да, вот что-то сберечь там и так далее. Меньше расходов, чтобы несли. Вот. Вот. По бережливой поликлинике, вот мы работаем, медицинский центр города Якутска работает с 13-го года. Вот. И, соответственно, первый год, вот, когда мы начали, вот, бережливое, ну, проект бережливое здравоохранение, нам, у нас расходы увеличились. Потому что там надо было дополнительно закупать оборудование, да, вот, большие производственные мощности, лабораторные, там, компьютерные, томографы закупили, там, и так далее. Вот. И это тоже для того, чтобы сберечь время пациента, чтобы не направлять в центральные, вот, в республиканские больницы. Вот. И, соответственно, для того, чтобы начать вот эту работу по программе бережливое здравоохранение, там требуется вложить немалые суммы денег, финансов. Вот. И, соответственно, это все делается ради повышения доступности. То есть, чтобы время ожидания у пациента снизить, и чтобы сэкономить время пациента. Вот. Ну, по оснащению учреждений города, ну, вопросов возникает все меньше и меньше, да. То есть, если раньше, серьезно, вот, вы правы, если раньше говорили, там, чтобы стомографию сделать, нужно было в республиканский уровень перейти, то сейчас практически во всех поликлиниках города оснащение хорошее. Я бы сказал, даже очень хорошее. Да. И, в принципе, вложенные вот на начальном этапе какие-то ресурсы, они дают, наверное, свой опыт. Ну, да. Если вот вспомнить, сравнить поликлинику до 2012 года и сейчас, которая поликлиника есть, это здесь вообще колоссальные изменения же произошли. Вот. И, соответственно, работа идет, работа на месте не стоит. И сейчас вот, вот тоже правильно заметили, что с введением самоинформационных технологий, да, вот, информатизация в здравоохранении, врачи стали больше времени уделять общению с компьютерами. Вот. Но здесь, в нашем учреждении, с этого года начинается эксперимент, да, вот, врач плюс секретарь-оператор врача. То есть врач будет общаться только с пациентом, диктовать, и там оператор будет все это протоколировать. Вот такой эксперимент у нас должен начаться, вот сейчас идет подготовительный период, и со второй половины этого года начнется этот эксперимент. И мы там уже посмотрим, какие выгоды, какая самая эта. Там, возможно, даже будет сокращение времени приема врача, почти на 30% мы планируем. То есть того времени общения... Больше экономический эффект. Да, и там будет, соответственно, больше экономический эффект, больше самая... Эффективность целом. Да, эффективность целом больше будет. Потому что из, ну, 30% времени указанной, ну, усредненного времени, вот, из этих 15-20 минут, 30% отводится на заполнение медицинской документации. Вот, и, соответственно, если вот это параллельно будет делать секретарь-оператор, то почему бы и нет, можно еще больше пациентов посмотреть. Узкие специалисты же давно этой практикой пользуются. УЗИ, к примеру, да? То есть там... Да, вот эти функциональные диагностики, да, УЗИ, вот эта практика идет. Врач сидит диктует, медсестра оператор сама, она все это записывает. Но это логично. Это логично. Вот, и, соответственно, вот сейчас, которые медсестры у нас есть, они ведут сестринский процесс. То есть это совершенно иной вид работы. Вот, и, соответственно, там нужен второй человек, который будет вести самую документальную работу. Я тут немножко вам ужаса подгоню. И есть же поговорка же, страшнее разъяренной мамочки. Нет вообще существа в природе, да? Я к чему? Детские поликлиники – это супериндикатор. Вот тех страстей, которые там происходят, этого на Санту-Барбару в нацикратном размере хватит, да? Вот с детскими поликлиниками как ситуация? Давайте вот поближе к своему дому. Третий. Ну, детский, как вы сказали, Дмитрий Васильевич, это индикатор, вообще социальный индикатор. Когда у нас поднимался рост рождаемости, да, у нас, когда дети, путинские дети пошли, да, вот у нас было вообще количество детей на одном... О, это термин такой из путинских детей? Нет, это мы так, внутри медики сами, наверное, скорее всего. Это когда у нас повысилась рождаемость в связи с уплатами материнского капитала, вот такие вот, именно социальные такие аспекты пошли, у нас есть, вот, сразу видно, был заметен рост рождаемости. И те, как бы силы, да, которые были у нас до этого, их определенно не хватало, потому что если на одном участке по нормативам было 800 детей, да, по нормативам, они резко стали 1200, на одном участке стало 1200 детей, 1300 детей. Ну, откуда нужно, можно было взять силы и средства для того, чтобы полностью все это обеспечить. Опять же, внутренние резервы лечебного учреждения, они не беспредельны. На сегодняшний день идет снижение рождаемости, и вот это, как бы, какое-то завуалирование вот этой ситуации идет. Но у нас еще начнется рост рождаемости, период, когда вот этих детей фертильного возраста, ну, как бы, появятся дети фертильного возраста того периода. Опять реклама перебивает на самом интересном месте. Дорогие друзья, реклама, без которой не обойтись на любом телевидении, перебила многоуважаемую Светлану Николаевну на тираде о путинских детях. Ну, давайте, мы продолжим вашу мысль. Мы ожидаем еще больший рост рождаемости. Конечно, это будет, и он скоро будет. Дело в том, что сегодня те силы, которые имеют вообще лечебное учреждение, первичного звена, любой уровень лечебных учреждений, скорее всего, и даже образовательная, вся социальная система, они должны сейчас подготовиться именно к росту рождаемости детей, да, вот этого периода. У нас вот эти дети, которые в 2000-х годах родились, они сейчас подойдут к фертильности, к возрасту фертильную, рождаемость родом и так далее. И вот у нас будет этот скачок. И то, что мы сегодня какие имеем свои возможности, да, и те ресурсы, которые имеются, я сейчас в качестве только нашей лечебного учреждения говорю, мы сейчас, можно сказать, мы на исходе. Когда пойдут... Патроны кончаются. Да, патроны кончаются. И мы должны сейчас уже подумать о том, чтобы как бы усилить нас. И вот есть сейчас в Российской Федерации программы по развитию детских поликлиник, развитие вот как бы улучшения, нет, по-моему, материально-технической базы лечебных учреждений детского звена, да. И вот, наверное, скорее всего, надо вот в этом направлении нам, у нас в городе Якутске, да, тоже развиваться. Если мы этого не сделаем, мы просто-напросто упустим моменты. И по детским поликлиникам, да, вот еще очень сейчас развита миграция, внутригородская миграция населения, да, вот 10-3 микрорайон, там большие застройки. У Светланы Николаевны это район Прометея, да, вот комплексов. И, соответственно, туда же в основном переезжают молодые семьи. И, соответственно, там проблема с детскими докторами, там тоже возрастет. Вот 10-3 микрорайон, мы планируем, что там будет где-то около 7 тысяч детей. Вот, и, соответственно, там идет усиление именно детской службы. Вот, соответственно, там у нас в 10-2 микрорайоне работает 24 педиатра, работает, да, и узкие специалисты детские. И мы там сейчас усиленно ищем доступные помещения для того, чтобы хоть как-то расширить еще взрослую службу, там подтянуть. Вот, и, соответственно, вот таким образом идет непрерывное, вы в рекламной паузе, коллеги, я говорю, потому что, ну, все мы говорим, упомянули некое линейное производство. То есть и телевидение, и, получается, здравоохранение, оно своего рода линейное производство, так называемая лайн-технология. Вот об этом. Ну, это, у нас в прошлом году достаточно успешно был опробирован проект, он называется «Облачная поликлиника», это телемедицинские консультации. Телемедицинские консультации, врач-пациент. И, соответственно, кстати, очень много людей ходит в поликлинику, ради того, чтобы только спросить. Вот именно вот для этих людей, в принципе, можно и организовать, и успешно вести самые телемедицинские, вот такие консультативные приемы. И, соответственно, после успешной апробации, самое сейчас, в принципе, оно вошло в оплату через обязательную медицинскую страхование. Мы еще, вот, лайн-технологии, да, мы еще видим совсем по-другому. Это развитие информационной системы. Вот лайн-технологии, это, наверное, начало, вот, например, как пациент пришел в поликлинику, и все вот это его исследование, в каком виде он проходит, да. Вот, например, маршрутизация, ну, по нашему термину, это маршрутизация. Сегодня пациент записался электронно через интернет, да, и у него время приема в 9.15. Ну, он приходит в 9.15. Зашел он в кабинет, ну, может быть, на 5 минут раньше, 5 минут больше, но зашел в кабинет на прием к врачу. И здесь уже автоматически должна начинать работа вот та технология, о которой я сейчас говорю, как бы маршрутизация. Врач во время приема, он определяет дальнейшее ведение этого пациента. Значит, направление на анализы, направление на те или иные исследования, на консультацию, да. И все это одновременно, вот, в нашей поликлинике мы стремимся к этому, да, и мы пытаемся это сделать. Я так думаю, что мы 80% этого сделаем. Пациент из первичного приема, он должен выходить со всеми направлениями на эти виды исследований. Это уже понятно, что пациент завтра придет сдавать анализы, послезавтра сделает УЗИ. Если еще позвонит, скажут, да, вы записаны на консультацию на такое-то время к тому или иному доктору. Вот такие вот лайн-технологии, они много упрощают само движение пациента. Я так думаю, что именно с таким подходом, это часть бережливой поликлиники, да, это мы, во-первых, уберегли время самого пациента, что он 10 раз не пришел за талоном на анализы и так далее и тому подобное, и в то же время мы уберегли свое время, потому что мы конкретно знаем, что этот пациент туда уже ходит, здесь уже ходит, и самое главное, это же как бы очень взаимоуважительное отношение пациента и врача. Слава Николаевна, я бы тут опять же ремарку допустил, лишь бы это не превратилось в конвейер худшим пониманием этого слова, да, то есть понятно, что когда конвейер и есть, то есть непрерывное перемещение, еще раз говорю, врачи же тоже не доки во всех сферах, да, то есть консультация того или иного смежного специалиста и так далее, вот эта правильная маршрутизация, ну, люди некоторые могут трактовать как отфутболивание, там, и конвейер, вот это так далее. Ну, есть такое, есть такое, могут трактовать, но это, наверное, скорее всего тогда, когда врач лишний раз не посмотрит на пациента. Вот я скажу, наверное, это много времени не займет, я была в Корее, и специально для того, чтобы посмотреть, как у них вот эта система положена, я сама прошла обследование. И я поняла, у них по кругу за один день я полностью все обследование прошло. И я поняла, почему у них все это происходит. Мы вот, поэтому в нашей больнице мы попытались, ту систему, которая используется там где-то в зарубеже и так далее, мы попытались вот это все внедрить, и я так думаю, частично у нас что-то получилось, что-то не получилось, но мы стремимся к тому, чтобы все это получилось. И вот, наверное, надо отметить тому, что вот все наши поликлиники, да, городские, они, насколько я знаю, да, они очень даже развитые в этих лайн-технологиях, вот в бережливых поликлиниках. И вы, наверное, сейчас заметите, когда заходите в поликлинику, уже стоят администраторы, которые могут направить сюда, да, которые могут направить пациента туда. Это же тоже в любом случае бережливое отношение к себе. Ну, я хотела бы еще сегодня, вот пользуясь моментом, да, обратиться к нашим пациентам. Надо очень бережно относиться к своему здоровью. Это здоровье, оно не покупается, оно не продается. Мы его при рождении его приобрели, мы идем с ним по жизни. Насколько, как мы относимся к своему здоровью, это, наверное, будет зависеть и все качества нашей жизни. И вот я хотела бы сказать, что, ну, в любом случае, вот должно быть очень бережное отношение к своему здоровью наших пациентов. Если мы сегодня это, менталитет наших, мы свой не поменяем, мы, наверное, никогда не пройдем, даже при тех, во всех имеющихся технологиях, там мы не сможем сделать население здорово. Это, ну, везде все говорят, 10% зависит только от медицины. 90% это мы сами. Вот вы говорили, что прогнозируете рождаемость и так далее, да, но я, смотря сейчас глазами, скажем так, человека, ну, я в последнее время часто употребляю предпенсионного возраста на молодежь современную, мне кажется, у вас проблем с ними будет меньше. Потому что они уже по-иному относятся и к себе, и к своим возможностям, и к своим ресурсам. Они куда более рациональны, они меньше подвержены, скажем так, вредным привычкам, которые в той или иной степени негативно могут отразиться на его здоровье. Поэтому немножко вам легче, наверное, будет, вот когда, конечно, плохо допускать, но когда отомрем мы, которые очень легкомысленно, скажем так, относились к себе, вот то поколение молодое, которое идет нам на смену, у них, наверное, все-таки будет чуть получше и с отношением к себе, да, и с определенными стандартами получения услуг, опять же, возвращаемся, получения услуг, медицинских услуг, каких угодно услуг от любого, кто их предоставляет. И последний аспект, который я все-таки хотел бы остановиться. Почему поликлиники здесь? Почему не какие-то крупные специализированные учреждения? Ну, в стоматологии разве что можно специализированному учреждению отнести. Но я что хочу сказать? Вот государство выделяет огромные средства сейчас на первоочередные задачи по здравоохранению. Это прежде всего на онкологию, да, на борьбу с онкологией. Но, извиняюсь, есть бабушки, дедушки, есть обычные граждане, которые немного приболели, у них чьих температура поднялась, кости ломит и так далее. Они же должны тоже получить, и, скажем, если эти факторы негативно на его работоспособность влияют, получить помощь. А вот здесь я оперирую уже словом помощь. И вот я думаю, вот этот баланс медиков, которые вроде бы оказывают услуги, но оказывают помощь человеку, который приболел, занедужил, занемог и так далее. Вот именно он и создаст вот это само понятие бережливой поликлиники, когда и учреждения. Я, кстати, вот вы сказали насчет фронта офиса и так далее, администраторов, которые встречают поликлиник. Я сравниваю с, извиняюсь, с учреждением Германа Грефа, повсеместно распространенным и зеленого цвета. Они также стоят и сопровождают клиента, помогают им получить талон и так далее. Потому что при всех плюсах, скажем так, и облачных технологий и так далее, есть бабушки, которые до сих пор в смартфонах не разбираются. Конечно. Есть люди, да я знаю, что и в ваших поликлиниках есть сотрудники, которые слабо умеют разбираться с компьютером. Поэтому вот те нововведения, про которые товарищ Айклев говорил, насчет того, что будут представлены специальные сотрудники, которые будут, я не знаю, писарем. Давайте назовем их писарем, как старое доброе армейское время. Это будет плюсом только потому, что врач не будет терять непосредственно какое-то вроде бы побочное. Потому что человек, когда приходит к врачу, главное для него он сам. А не то, что он как заполняет документы, куда его потом отправляют и так далее. Если со мной хорошо поговорили, значит все нормально. Так что будем, товарищи, здоровы. Давайте бережнее, как говорит Светлана Николаевна, относиться к своему здоровью. Если 50 лет, извиняюсь, пить, курить и легким поведением отличаться, потом на 51-й год, приедя в поликлинику, не поставишь перед врачом задачу. Сделайте меня за 5 минут, которые отведены на прием, меня полностью здоровы. Так что будьте здоровы, товарищи. Светлана Николаевна, это не так. Светлана Николаевна, это не так. Светлана Николаевна, это не так. Светлана Николаевна, это не так.